Я поступала в дверь, там открытый день, я зашла, вот она в комоде золото сжала, красивое золото, я колечко-то примерила. За плечами хрупкой Марии Байсаровой порядка 40 раскрытых преступлений. По словам девушки, рабочий день начинается ранним утром. Непредвиденные выезды на места происшествий, проведение следственных экспериментов – это лишь малая часть задач молодого следователя. Первое время было непонятно вообще все. Ты приходишь, для тебя каждый документ новый, как его составлять, свои особенности абсолютно в каждом нашем документе. Самое сложное – это, конечно, первое дело, которое предстоит раскрыть, вспоминает Мария Байсарова. Пришлось распутывать сложную схему мошенничества. Группа людей совершала незаконные сделки, пытаясь уклониться от выплаты кредитов. Справедливость восстановить удалось. Волнение и отсутствие опыта все это перебороть возможно, уверена Мария. Другое дело, когда понимаешь, что только от тебя зависит судьба человека. Приходится сталкиваться с бедами людей, то есть у людей беда, и тебе в этот момент приходится работать. И приходится работать именно с ними. Это тяжело как для них, так и для нас. В настоящий момент в штате следственного отдела по Первомайскому району шесть следователей, четверо из которых работают меньше двух лет. Но, по словам уже опытных сотрудников, у молодых следователей есть чему поучиться. Я считаю, конечно, есть, потому что молодые следователи не носят какую-то свою новизну в расследовании. Когда сотрудник уже, так скажем, достаточно много времени провел в органах произведенного расследования, все равно что-то уже упускается. 25 июля исполнится 307 лет с момента образования Следственного комитета. В Удмуртии в этой структуре всего около 200 человек. Но это та профессия, где недопустимы ошибки, где каждое дело требует глубокой проработки, а сам работник силовых структур должен обладать уверенностью и высоким профессионализмом. Елена Галимулина, Лейсан Динмухаметова, Юрий Зелененький. Новости. 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 Продолжение следует.